Моя страна – Россия. Первый всероссийский географический диктант прошел по всей стране. 1 ноября в 12 часов по местному времени двери открыли более 200 площадок для проведения образовательной акции. Тест включил в себя 25 заданий и состоял из трех частей, решить которые необходимо было за один академический час. Эта акция организована Русским географическим обществом по поручению президента Владимира Путина. Обращаясь к участникам, глава государства сказал, что он искренне рад тому, что идея проведения фестиваля РГО получила широкую общественную поддержку. Объединила большое количество людей самых разных возрастов, профессий, увлечений. Тех, кто искренне любит Россию, интересуются ее историей и самобытными традициями. Кто чувствует сопричастность и личную ответственность за сбережение нашего уникального культурного природного наследия. Свои знания по географии проверили и Нарин Марцы. Моя коллега Алина Волучейская также оказалась в их числе. Выберите из списка город, расположенный в водосборном бассейне Карского моря. На этот вопрос практически все участники географического диктанта в окружной столице ответили правильно. Верный ответ Нарин Мар. Часть вопросов всероссийской акции действительно оказалась достаточно легкой. Вопросы, касающиеся общих направлений, то, что дается в школьной программе, например, с такими ответами, как вечная мерзлота и урбанизация, они были, да, простые. Очень понравилось, что был вопрос про Нарин Мар. Прекрасный и замечательный вопрос. Очень надеюсь, что многие на него ответили, а те, кто живут не в Нарин Маре. Понравились вопросы, касающиеся, ну, например, очень понравился вопрос, где строится сухой суперджет. Я думаю, что все знают ответ на этот вопрос, но лишний раз поковыряться в памяти, да. И таких желающих поковыряться в своей памяти в Нарин Маре набралось порядка 130 человек. Акция началась в полдень. Всем желающим проверить свои знания выдали бланки. Кстати, тестирование анонимное. Участникам присваивался индивидуальный код. На решение задания отвели 45 минут. Сразу после бланки с ответами участники сдали на проверку. Проверять работы будут коллеги из Русского географического общества Москвы. Мы собираем анкеты. То есть вот у нас анкеты, они анонимные, результаты в них написаны. Мы их сканируем, отсылаем в Москву. И до 10 декабря они проверяют все результаты. Узнать свои оценки участники смогут на сайте Русского географического общества после 10 декабря. Всего же по стране в этот день свои знания в области географии проверили десятки тысяч человек.